на самом деле я вижу только одни плюсы потому что время когда мы растекались мыслью по древу и пытались рассказывать обо всем для совершенно разных специалистов она уже прошло сейчас время действовать тем более что последние полтора с лишним года показали что против нас действует достаточно квалифицированные злоумышленники поэтому рассказывать в очередной раз какие-то прописные истины о том что мониторинг важен реагирование должно быть уже бессмысленно надо рассказывать о том как это реализовывать очевидно что в условиях нехватки кадров особенно кадров квалифицированных мы не можем обойтись сегодня без технологий поэтому на форуме будет вполне очевидно рассказ реально о тех технологиях которые присутствуют на российском рынке что тоже не маловажно и с помощью которых можно выстроить процесс мониторинга и оперативного реагирования на инциденты в условиях нехватки кадров а это гораздо важнее чем просто размышлять о некой мифической практической кибербезопасности безусловно основная задача технологий это снизить зависимость от человеческого фактора там где задачу можно переложить на ту или иную технологию на робота на может гораздо быстрее и точнее детектировать атаки в огромном объеме данных которые приходят либо сетевых устройств либо с узлов серверов и так далее человек не способен к сожалению отслеживать сотни миллионов миллиарда иногда и сотни миллиардов событий ежедневно без технологий эту задачу не решить человек не способен оперативно сопоставить большое количество разных данных и собрать их в некую цепочку инцидента и также оперативно на нее среагировать в правильном месте человеку надо задумываться человеку надо принять решение где это будет делаться если у него нет доступа к правильной точке приложения сил он теряет драгоценное время за это время инцидент становится разрастающим и приводит к очень печальным последствиям поэтому без технологий сегодня на первом уровне работы сока на втором уровне работы сока делать нечего единственное где пока технологии являются только подспорьями они заменяют людей это третий уровень а также определение тех инцидентов которые являются актуальными для компании написание плейбуков написание из кейса в составлениях вот в этом направлении конечно человеческая роль по-прежнему остается очень сильной и важной я не буду говорить набившую оскомину фразу про триаду люди процессы технологии на мой взгляд кроется весь успех вот так называемый сервисной стратегии которая определяет все задачи все ограничения все те необходимые инструменты операционные модели людские ограничения которые есть у той или иной компании которые хочет построить сегодня для себя сок если у нее много людей она может меньше тратить времени ресурсов денег конечно же на технологии если у нее людей меньше она наоборот будет погружаться в технологии если она не способна работать режиме 24 на 7 она будет переходить на режим 5 на 8 а все остальное уделять в сторону и отдавать в сторону аутсорсинга если компания территориально распределенная и она не может из например москвы и обеспечить круглосуточный мониторинг реагирование во всех часовых поясах где присутствуют дочерние предприятия или филиалы компании надо строить иерархию центров мониторинга то есть все это описывается обычно сервисной стратегии и правильное составление является залогом успеха и для построения самое главное для развития современного сока с учетом всех тех исходных данных и ограничений которые ставятся бизнесом без этого к сожалению мы обречены на неудачу и по моему опыту всегда происходит так что если компания начинает покупки каких-то железок и только потом думает о том как она их будет применять в конкретной бизнес-среде все эти решения оказываются не очень эффективными поэтому всегда надо потратить некоторое время на определение того что мы будем делать потом уже мы найдем с помощью чего мы это построим и как раз здесь сок тех нам поможет определиться с теми технологиями которые нам позволят эффективно и оперативно мониторить и реагировать на инциденты поэтому я считаю что на это мероприятие надо прийти потому что больше очень сложно найти место где концентрировано можно будет узнать о реальном опыте применения тех или иных технологий в области сока строения